Главная масленица Ленинского района получила свое название «Блинные горки», благодаря тому, что уже второй год проводится в музей-заповеднике «Горки Ленинские». Всех пришедших на гуляние у сцены встречал клоун Алекс и его помощники. Зажигательные танцы и русские народные песни создавали атмосферу праздника. Здесь есть где разгуляться. У нас же катание на санях, на лошадях. У нас в прошлый год было 5000 посетителей за время ярмарки. В этом году мы ожидаем даже больше, около 6. Во всяком случае, общепит готовился принять порядка 6000 посетителей. Народу было действительно много. Люди приходили целыми семьями. Организаторы подготовили развлечения на любой вкус. То большое количество наших жителей, гостей нашего прекрасного края, которые сегодня приехали в музей-заповедник «Горки Ленинские» и выбрали уже традиционное, это как место проведения маслячных гуляний, они получили замечательный заряд энергии, прошлись по тем интерактивным площадкам, которые здесь есть. А здесь можно было купить и сувенирную продукцию, и поразбирать, собирать винтовку, конечно же покататься на лошадях, в упряжках. Все это замечательно, и я уверен, что мы продолжим эту традицию. Участие в различных соревнованиях на силу, ловкость и скорость приносили гостям масленицы не только улыбки и смех, но и ценные подарки. В основном все для детей, то есть прыгать на скакалочке, бегать вокруг препятствий с вениками, драться на мешках и так далее. Вот ребенок заработал всем так называемых символических рубликов, за которые мы взяли вот этот чайник. Все желающие могли сфотографироваться на лежанках из сена или отведать горячие каши. Мне здесь нравится, что очень весело и веселая атмосфера. Чувствуется приход весны, и сейчас светит солнце, и все очень весело проходит. А вы всей семьей пришли на праздник? Да, мы пришли всей семьей, и к нам приехал друг семьи, ради того, чтобы посетить эту масленицу. Но все-таки зима пока еще не сдала свои позиции. Чтобы не замерзнуть, видновские казаки предлагали горячий чай и блины. А совсем скрыться от холода можно было в здании музея, где проходил мастер-класс. Преподаватели квилд-клуба помогали детям сделать свою куклу-масленицу. И не стоит забывать, что завершающий день масленичной недели – это прощенное воскресенье. Я хотела у всех попросить прощения, просите меня, все, кто знает. Будем встречать пост и ждать весну и Пасху. В большом праздничном концерте, который представлял собой театрализованное шоу, принимали участие творческие коллективы Ленинского района. И, судя по реакции зрителей, мероприятие удалось. Ведь такие праздники, как масленица, по-настоящему сближают. И вот это все, и сено, и блины, и жечь, и ходить к теще, когда к теще приходит, все здорово. Все это работает на укрепление семьи и любовь к нашим традициям. Я думаю, это очень важно сегодня. Дмитрий Книгов, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.